Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Андреал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И сегодня будем смотреть видео Вечный двигатель проработал 5 часов на необитаемом острове. Первая камера. В общем, друзья, не знаю, знаете или нет, Андрей Тиртха поехал в Южную Корею и, наконец-таки, выложил видео с долгожданным вечным двигателем. Ну, вечным его назвать нельзя по ряду причин, потому что подшипники, сами знаете, требуют замены и, скорее всего, век они не прослужат. Но всё же это, ребята, реально вечный генератор. Ну, или хотя бы полувековой. В общем, 6 часов 5 минут идёт видео про вечный генератор. Я его почти полностью посмотрел с перемоткой. И, в принципе, никаких нареканий нету. Единственное, что у них там внутри перегрелся инвертор и им обогреватель пришлось выключить. Вот, это единственное нарекание. В принципе, все предыдущие видео я посмотрел, и, блин, тут на острове невозможно ничего спрятать. И, наверное, с шансом 90% это всё работает. На самом деле, я верю, что это реально рабочая тема. Просто в последнее время, в 2019 году, стало всплывать очень много разных интересных БТГ-генераторов вообще на Ютубе. В общем, на моём канале как раз-таки про запрещённую науку, запрещённые технологии сможете найти больше подобных видео. В общем, делитесь этим видео. Ребята, ссылочку оставлю в описании. Сейчас давайте посмотрим. На весь экран не буду открывать. Так, в общем, показывают, как они там завели этот генератор. Я не знаю, он сейчас работает или нет уже. Ставят потом табло сюда, и он где-то будет 5 часов без остановки работать. Там будут некоторые накладки, да, типа генератором. То, что он немножко перегрелся, там инвертор, и пришлось его выключить, печку, короче. В общем, сейчас перемотаем. Тут корейцы с камерами бегают. В общем, тут эффект такой создаётся на камеру, да. Кажется, что вал очень медленно крутится. На самом деле, это только визуальный обман. То есть, если вы в реальности посмотрите, да, то там всё будет нормально крутиться. В общем, нареканий, в принципе, по этому видео нету. Смотрите, наслаждайтесь. В общем, давайте посмотрим. В общем, тут бегают корейцы. Они лампочки включают красиво на камеру и так далее. Лампочек тут 100 штук примерно на киловатт. Потом, сейчас давайте перемотаем. Стоит вентилятор. Вентилятор ватт на 100, например, да, образно говоря, 50-100 ватт. Вот. И потом уже обогреватель. Вот обогреватель, видимо, где-то около 2 киловатт. И при полной нагрузке, видимо, инвертор всё-таки не потянул 3 или 4 киловатта. Потому что всё-таки это действительно многовато. Вот. Потом ещё было там видео, где они ходят по фабрике, да, где всё это дело будет производиться. Там уже показали детали, как это всё должно выглядеть. Вот если перейдём на сайте к InfinitySav, тоже ссылку оставлю. В общем, почему это не лохотрон, ребята, да? Боты тут начали бесноваться и начали писать. Вот, сейчас начнут деньги собирать там, акции выпускать, криптовалюту свою, деньги собирать, как какое-нибудь колесо дуюного, да? Но здесь вы подобного не найдёте, ребята. В том-то вся и фишка. То, что они не собирают денег на предоплату. То есть, если вы оставляете заявку, вы просто оставляете заявку. При этом вы, как бы, ничего не платите, как пишут боты, да? И, типа, пишут «Вот, там поставил не так, там камень не там, под водой провод, остров фальшивый». Блин. Короче, кремлеботы, ребята, беснуются. Либо обычные боты. В общем, вот, видите, вечный генератор работает. Это факт. Надо это принять. Просто, если вы, как бы, такого убеждения, что вы никогда в это не поверите, вы не поверите, даже когда он будет работать, например, у меня. Я всё-таки попытаюсь тоже что-то подобное сделать. Если получится, то обязательно тоже буду выкладывать про это видео. В общем, в чём, в принципе, и есть смысл. В общем, вот такое будет большое-большое видео. Тут можно перемотать. Они ходят, разговаривают, общаются, кушают. А генератор всё это время работает. И таких видео, как я понял, будет несколько. Потому что это только с одной камеры, шестичасовое видео. А звук тут специально немножко изменён, потому что вот они переговаривались, да, с собой там Андрей и разработчик, Слободян Андрей тоже, Шон. И, как бы, они, видимо, что-то там обсуждали насчёт этого генератора, да, и это не должно было попасть в кадр. И тут, как бы, весь звук постоянно идёт шум моря. Вот. Так что тоже следует обращать на это внимание. В общем, никогда не ведитесь слепо на какую-нибудь херню, ребята. Всегда проверяйте. Как говорится, доверяй, но проверяй. В общем, я думаю, что это дело работает. А что, думаю, если вы, уже напишите в комментариях. Если вы занимаетесь какими-то БТГ-технологиями, ребята, и у вас есть что показать, то пишите в комментариях, либо мне в Facebook. Всё. Увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова